всем доброго времени суток с вами канал артмания и сегодня я расскажу как я похудела я уже похудела диета сыроедения не голодание вот хотя немножечко у меня там поменялось конце диеты я расскажу вам все врать ничего не буду потому что это вам потом тоже не вам будет неприятно за собой просидела я на диете два месяца с небольшим потом еще немножечко досиживала вот как получилось я начала сидеть на диете не был как раз вес 66 килограмм я решила в этот раз на диете сидеть без грейпфрукта вот поскольку я подумал что наверное люди сколько людей сидят на диете грейпфрукт на ночь не едят попробую я так же а тем более смотря мой ролик я знаю некоторые смотрят ролик они живут в деревне и я не думаю что в деревне есть грейпфрукт что его привозят завозим банан еще может быть апельсины мандарины а грейпфрут мне кажется навряд ли я решила посидеть на диете без него естественно вес у меня уходил здесь тетрадочка отдельным отдельным роликом запишу но она будет там где-то сейчас вот наверное вот тут сейчас станет как раз вставочка так ну вот мой вес весь тут расписан когда я худела как раз вот здесь получается месяц и чуть чуть больше на неделю то есть первой неделе у меня ушло 4 килограмма и 300 грамм там это был такой прорыв уходила вот прям очень много много вот вторую неделю всего килограмм 900 грамм то есть уже меньше третью неделю всего 300 грамм здесь я уже даже голодал потому что что-то там непонятное было с весом снова 60 вот наступала эти 60 вот были вот здесь вот то есть спустя неделю что-то я съел не то что-то произошло не так то есть вот что-то такое тут я уже начинал голодать два дня посидела поголодала вот просто уже устаешь сидеть на диете хочется уже чего-нибудь сладенького то есть это хотелка это настраиваться надо это было очень сложно в принципе меня так каждый год каждую диету довольно сложно начинать а потом привыкаешь уже входишь в ритм и все потом уже все супер вот тут я опять один день что-то погала они три дня вот на поголодала потом наконец-то вес вот он начал уходить более-менее 57 57 56 даже вот тут вот не значит это тут за . такая большая здесь уже два килограмма ушло то есть тут было 3 300 грамм а тут два килограмма и все уже все супер 57 то есть мой вес уже 57 на протяжении многих многих лет когда-то я весила 50 там где-то мне было лет 18 17 16 и меньше то есть сейчас 57 меньше не получается уходить я уже устаю от диеты уже просто надоедает все это вот в принципе 57 килограмм меня устраивает это как бы не худая не толстая нормальная как бы вся одежда влазит то есть приходишь магазин спокойно покупаешь одежду то есть но она есть из этого размера чем если буду еще худее то я бы сложнее найти также с вами буду еще толще и тоже будет сложнее найти было как раз 23 февраля обычно я сажусь на диету все-таки да надо садиться на диету я в середине января и как раз к середине февраля где даже на начале января как праздники заканчиваются 11 до 11 января всегда садилась на диету и к 11 февраля это может уже чуть-чуть побольше меня уже в принципе вес сходил и плюс нашей семье мы 23 февраля не праздник его переносим на 8 марта то есть принципе до 8 марта там два месяца вот я всегда сбрасывала тут я села гораздо позже на диету вот и получилось что 23 февраля я в принципе уже свой вес но я не поскольку не ел грейпфрукт естественно грейпфрукт он улучшает обмен веществ то есть он ему помогает то есть он замедленный поэтому мы с вами толстеем а когда мы едим грейпфрукт он его как бы ускоряет улучшает там обмен веществ не знаю как это все говорится правильно вот и поскольку я целый месяц его не ел то 23 февраля я покушала хорошенечко на следующий день поему я уже посидела на диете то есть я свой вес уже добрала 10 килограмм сбросила то есть все отлично и за 3-4 дня я наверно уже где-то весил 60 килограмм то есть 57 и тут уже 60 61 то есть вес стал обратно идти набираться поскольку обмен веществ медленный замедленный такой же и остался вот и тогда уже я тут села снова на диету заново уже вместе с грейпфруктом но на завтрак я уже ела все что угодно то есть и салат то могла съесть только завтрак обед я голодна была ужин тоже голодная и на ночь я съедала целый грейпфрукт то есть вот так если в первом месте я только сыроедение то есть сырые овощи и фрукты ела то тут я уже просто устала диет ну потому что на диете хочется все хочется и пирожки там хочется мороженое конфеты там все 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 это очень сложно очень сложно продержаться понимаю что ты должна продержаться всего лишь два месяца но эти два месяца растекаются как на два года а то там еще и на 20 лет вот то есть это очень сложно и поэтому я стала то есть на завтрак я кушала ну как я уже сказала там обед ужин голодная ходила вот и вес тоже он стал двигаться и грейпфрукт ему помогал грейпфрукт я где-то тут ел еще месяц по хорошему конечно надо есть два месяца но я его ела месяц и опять же я дошла до 57 килограмм и у нас в магазинах перестали продавать красный грейпфрукт как раз именно вот этот грейпфрукт который улучшает обмен веществ именно красный грейпфрукт то есть есть еще белый или желтый его называют он не улучшает ну не знаю что он улучшает но вес он не двигает абсолютно то есть пустая пустая трата денег и конечно тут я поняла то что диету пора заканчивать не знаю почему в этом году так прошлые годы все было отлично этот грейпфрукт ела там до самого лет еще летом его покупала а тут вдруг раз его и нету вот и также я доходила до 57 как раз до своего веса который уже живу годами то есть в этом году у меня достаточно была сложная сложно было сбросить вес прошлом году тоже был сложно сбросить вес потому что во время беременности я очень много набрала и его еще было сложнее то есть это получилось не два месяца как было обычно где-то я три-четыре месяца что и сбрасывал было еще сложнее в этом году тоже было сложно то есть вот до беременности предыдущие года мне было легко то есть я знала что у меня диета я должна сбросить но там буквально сбрасывал 7 килограмм до 60 как раз доходила там и 7 килограмм где-то сбрасывал там 7 8 где-то так вот то есть мало за месяц там я с чем-то сбрасывала плюс еще грейпфрукт там то есть нормально а тут конечно уже было посложнее и обязательно ешьте грейпфрукт он улучшает обмен веществ также можно наверное я постараюсь найти фотографию в конце ролика сброшу какие еще фрукты улучшают обмен веществ но грейпфрукт он прям вообще да самое то вот так же я пила еще во время вот это все диеты целый месяц лимонную водичку то есть это лимон заливает разрезается на пластике заливается тепленькой комнатной тепленькой водичкой вот и настаивается то есть вечером я его заделываю и с утра я его уже пью ну как выяснилось он не улучшает обмен веществ то есть это просто чисто так вот просто воду пить не хотелось хотелось каким-то вкусом вот вторую часть диеты я даже по-моему сладкое ела с утра вот ну немножко вес конечно поменьше двигался где-то 100 грамм всего лишь уйдет где-то 200 но как раз там от 60 килограмм там постепенно по чуть-чуть по чуть-чуть они уходили в принципе наверное я все сказала то что хотела также наверное знаете еще что скажут те люди которые не привыкли голодать не надо не голодать вот потому что недавно я узнал что есть оказывается от голодания меняется обмен веществ и есть какая-то болезнь подагра что-ли по-моему она называется это когда на руках образуются шишки вот и потом их не знаю наверное их нереально вылечить никуда деть и все-таки руки самое такое у девушек часть тела главное которую вы везде особенно летом показываете летом вы не будете катить в перчатках вот поэтому наверное кто не привык голодать не голодайте за сыроедение кушайте все то есть разделите то что прям углеводное такое там вареный вареный например да вот картошечка вот вареная она углеводная морковка вареная там свекла к их можно съесть с утра то что прям углеводная жирненькая такое может быть даже его с утра то что там поменьше углевод его в обед там и вечером допустим зелень там до 6 поели а после 6 не есть там водичку запили попили и на ночь обязательно съедайте грейпфрукт его съедайте именно на ночь то есть вы все дела допустим сделали грейпфрукт съедаете идете чистить зубы ложитесь спать все и сразу засыпаете с утра вы идете в туалет вместе с мочой выходит весь этот вот ваш жидкость которая была у вас в теле там жир все это выходит вместе с мочой уже это проверено всегда каждый год вот я сколько уже худею 8 раз где-то я каждый год обязательно ем грейпфрукт во время диеты обязательно вот в этот раз я решила проверить думаю зачем тратить деньги но вот в итоге все-таки пришлось потратить деньги потом на него сколько бы он не стоил обязательно грейпфрукт иногда можно по мылу она подороже стала уже у нас в магазине она и побольше размером и у него кожура такая толстая довольно такая сочная но иногда можно там если вам совсем надоел грейпфрукт как чистится грейпфрукт у меня также есть на канале там чуть ниже прокрутите или я вам может быть в этом ролике в конце вставлю ссылочку вот и а также сухофрукты они тоже считаются углеводные их можно с утра дождается часть я вспомнила вторую часть диеты я просыпала с утра от этом что-то ела потом я обязательно ела курагу либо чернослив немножечко орешки какие-нибудь там вот еще кстати обзор был у меня покупала сухофрукты какие-то там палочки там сушеная помыялась что там сушеная дыни сушеные вот да да дыни сушеные ее я съедала вот и все вот этот был мой завтрак вот ну так же не наедайтесь много ешьте по чуть-чуть по чуть-чуть если даже у вас прям дикий такой аппетит и желудок растянутые свой voice есть по чуть то желудок будет сужаться у후 сужаться и потом вы будете уже после диеты есть как мышка также желудок он имеет свойство растягиваться сужаться после диеты вы также можете его за за несколько дней растянуть то есть снова кушать много Но обязательно прокушайте грейпфрут хотя бы 2 месяца. Как раз это вам даст на целое лето. Вы сможете целое лето кушать все, что угодно. На ночь даже съесть коробку конфет, и вы не будете прибавлять вес так быстро. И потом уже в следующем году, осенью или после Нового года, вы можете снова садиться на диету. Вот такой вот вам совет, мой проверенный. Наверное все, что я хотела сказать. Если у вас будут какие-то там вопросы, пишите их внизу в комментариях. Сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Смотрите мои другие ролики, мои влоги, как мы гуляем с сыночком. Как он у меня бегает, играет. Также кулинарные рецепты. Сейчас я уже не сижу на диете. И скоро начну готовить. Будем готовить вместе с вами разные вкусные блюда. Ну и все. Всем пока-пока. Так, ну вот у меня утро. Мы взвешиваемся. Вечерка. Включаем. Слушай. 60 тонн. 60 тонн. Включаем. 60 тонн. И давайте взвесимся. Посмотрим, сколько же я вешу. 60-100. Вчера тоже было. А, было вчера 600. 60-600. Сегодня 60-100. За один день я там за позавчера прибавила. Потому что, как я говорила, мне нужно было съесть холодец, который приметила бабуля. А я на диете оказалась. И ни туда, ни сюда его не заморозишь. Ничего. Так, сегодня второй день полного голодания. Вчера я вообще за водой не голодала. Даже ничего не съела. Легла спать. А потом вчера я тоже голодала, но грейфрукт съела. И вес не ушел никуда. А потом я взвесилась снова. У меня было 59-900. И давайте посмотрим сейчас. Что у нас изменилось? 59-500 у нас. Так, ну вот у нас наступил второй полный день голодания. И давайте попробуем взвесимся. Что же у нас получилось? Включаем. Встанем. 58-900. Вчера было 59-900. Вчера было 58-900. Так, взвешиваемся. Вчера было 58-900. Вчера вечером я покушала все-таки. И давайте взвесимся. Посмотрим, сколько стало. 55-900-200. 59-500. В принципе прибавилось всего 500 грамм. Получается. Было 58. Не так много. так вчера у нас было 59 сот посмотрим что у нас сегодня включаем и становимся 60 100 может не правильно стало что-то у меня опять съесса неправильно нет какие-то непонятки вчера я вроде довольно вчера вчера один желток выпила с утра немножко поела мясо позавчерашнего и один кусочек вечером ела капусту еще сухофрукты чуть-чуть поела вот это и дало видимо вчера я весила 60 100 сегодня последний день восьмого недели восьмого дня целой недели вчера я весил 60 100 посмотрим сколько сегодня вчера я три яичка выпила они 3 2 яичка выпила и целый день ела капусту и яблочко по моему снял 59 900 вчера у нас было 59 900 вчера я голодала ничего не ела целый день давайте взвесимся с вами посмотрим 59 400 вчера было 59 400 давайте взвесимся сегодня 58 900 Вчера целый день голодала, сегодня третий день моего голодания. Вчера было 58 900, а вчера я целый день также проголодала. 58 400 Вчера у нас было 58 400, вчера я позавтракала, съела соленый огурчик 1, сухариков белого хлеба, штук 6-7 наверное, маленькие, чуть-чуть черненького хлеба, сухариков, пару штук и все. У тебя в 9 утра вчера позавтракала, и все, давайте проверим, сколько мой вес. 57 900 Прибавилось немножко. Давайте-ка еще разочек. Все не получится. 57 900 Так, вчерашний вес у нас 57 900 Сейчас завешиваемся. 57 300 Что-то убавилось. Убавилось. Вчера я покушала. Покушала я вчера малосольный огурчик, сухарики и сырое яйцо выпила. Только на завтрак поела я и все. Так, вчера я весила 57 300. Давайте попробуем, что у нас сегодня. 57 200 Вес не ушел, потому что я вчера кушала периодически, все там готовила, все пробовала. Ну ладно. Так, 57 200. Вчера я весила. Давайте взвесимся. Осталось 57 200 Потому что вчера я покушала. Так, вчера весила 57 200 Что я вчера поела? А, яблочко я поела, сухарки поела. И кофе попила. Давайте взвесимся. 56 900 Ну, так много. Так, вчера весила 56 900 Вчера ходили в кафе, много покушали. Сейчас это на вес. У нас сейчас ела грейпфрут. 57 700. Ну, не так много. Где-то килограмм 100 прибавила. 57 700 Вчера было у нас. Вчера я тоже немножко покушала всякие сладости. Так как ходила в гости. И посмотрим, что сегодня у нас. 58 600. 58 600 было. Вчера я все-таки поела. Не худела я вчера. 59 100. Ну, вот он теперь прибавляться начинает 59 100. Вчера я только позавтракала. Морковку вчера съела вареную. 58 900. И все. 58 900. Вчера было. Здесь вот 8 400. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...